Всем привет! Сегодня мы будем готовить с вами очень вкусный крем. Этот крем подходит для большинства тортиков. Он очень легкий и воздушный. Это у нас будет творожный пломбир. Сам крем очень пластичный и при этом он еще набирает плотности после остывания. После остывания не можно сделать даже вот такие вот несложные вензеля на тортике, либо выровнять боковушку и чем-то ее присыпать, украсить по желанию. Этот крем довольно стабильный. Делается он несколько этапов. На первом этапе нам нужно смешать молоко, сахар, желтки и крахмал в одной емкости, поставить ее на огонь чуть ниже среднего и при постоянном помешивании доварить до появления первых пузырей закипания. У нас получается вот такая вот заварная основа. Ее нужно накрыть пленкой встык и отправить до остывания полного. Тем временем достать масло и творог, чтобы у нас они нагрелись с холодильника. Когда масло у нас стало комнатной температуры, добавляем туда где-то столовую ложку сахарной пудры просто для абразивности и начинаем взбивать. Пускай масло взбивается от 5 до 10 минут. Оно станет светлее намного и более воздушным. И когда у нас уже остыл крем до комнатной температуры, берем этой же комнатной температуры обязательно творог и перебиваем это все вместе блендером до однородности. Вот такой вот легкого воздушного крема. В принципе даже вот такой вот крем можно использовать в тортике. Но мне нужно, чтобы крем был более стабильным. Поэтому во взбивающееся масло по ложке добавляю заварную творожную массу. Доводим до красивого воздушного состояния. Вводим всю заварную массу поочередно. Когда у нас перемешалась первая, только тогда добавляем следующую. И после того, как мы добавили уже всю массу, получается вот такой вот объемный воздушный крем. Этого количества крема хватит с головой для того, чтобы покрыть и украсить сверху тортик где-то диаметром 24-26 см. В три коржа. Он очень воздушный. И вот так вот просто, если слегка остудить крем, можно ним сделать какие-то незамысловатые узорчики. Обязательно пробуйте, не забывайте поставить пальчик вверх за такой легкий и простой рецепт. А с вами как всегда был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.